Александр Витошкин представляет. Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги. В данном видео разберем артероскопическую репозицию и остеосинтез перелома клевовидного отростка лопатки винтом. Данная патология встречается редко. Перелом клевовидного отростка возникает в результате переднего вывиха плеча и часто сопровождается сопутствующими повреждениями манжеты ротаторов плеча. Данный пациент 50 лет, получил передний вывих плеча при падении с лестницы. На компьютерной томограмме виден перелом клевовидного отростка лопатки, а также дефект суставного отростка. У данного пациента также есть полный отрыв сухожилия надосной мышцы. Первым этапом артероскопической операции выполняем релиз ротаторного интервала, который ограничен сухожилием подлопаточной мышцы снизу, сухожилием длинной головки бицепса сверху. В широко открытый ротаторный интервал хорошо видно клевовидный отросток, который сместился примерно на 1 см и удерживается акромиально-клюовидной связкой и сухожилием малой грудной мышцы. По спице накладываем дополнительный порт. Спица является ориентиром для репозиции, а также по этой спице будет заведен каннелированный винт. Репозиция осуществляется с помощью вапра, которая тесняет клевовидный отросток строго по его оси. Спица заводится в клевовидный отросток до самого его основания примерно на 3 см. После того, как репозиционная спица введена, можно убрать репонирующие устройства и по этой спице вводится каннелированный самонарезающий винт. Как вы обратили внимание, я клюовидный отросток перед этим не рассверливал, для того, чтобы добиться максимальной плотности фиксации винта в кости. Введение винта плотное. Приходится прикладывать значительное усилие на отвертку. Головка винта погружается в кости верхушки клевовидного отростка. В качестве дискуссии могу предложить вопрос о применении шайбы под этот винт. Есть в этом необходимость или нет. При финальном осмотре видно, что клевовидный отросток поджат и не двигается при прикладывании к нему усилия. Первый этап операции у данного пациента завершен. И перемещаем ортроскоп в субокромиальное пространство для шва сухожилия надосной мышцы. Благодарю всех за просмотр. Смело зажимайте колокольчик в правом нижнем углу экрана. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. До свидания. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видеоролики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова